Всем привет! Я прямиком с тестового сервера и уже спешу рассказать вам о новом режиме TDM и репике атакующих. Также посмотрим на комментарии разработчиков, зачем и для кого создаются эти режимы и как они вообще работают. И поговорим о том, как вы можете помочь разработчикам подготовить новый режим к релизу. Но прежде чем мы начнем, хочу рассказать вам про сайт Royal Case и как и в предыдущий раз мы спрятали в интеграцию код на скидку в 10 евро. На Royal Case вы можете купить различные игры по привлекательным ценам на разные платформы, будь это Steam, Uplay, Playstation или Xbox. Лично я сайт проверил и купил Payday 2 дешевле, чем в Steam. Ключ приходит на почту, которую вы указываете при оформлении покупки и без каких-либо проблем активируется в самом Steam. Правда сама игра у меня уже есть. Если кому надо ключ, оставлю в закрепленном комментарии. Помимо игр вы также можете найти новый Windows 11 Pro и различный софт к ней. А чтобы для вас предложение выглядело максимально привлекательно, по моему промокоду вы можете получить скидку в 10%. Сайт постоянно пополняется новыми играми и программами. Советую его периодически посещать и следить за скидками на товары, поскольку Royal Case это самые низкие цены на игры. Все бонусы и скидки вы можете найти как всегда по ссылке в описании, либо же через QR-код на экране. Итак, начнем. Вообще, если верить инсайдерам, то репик оперативников атаки на стадии подготовки должен релизнуться на лайв уже в следующем сезоне, а сам Deathmatch в первой половине седьмого года. В игре появится новый плейлист под названием «Разминка». Пока в него пойдет командное истребление, он же Team Deathmatch. Я так понимаю, этот плейлист будет пополняться в последующем другими режимами, по типу того же полигона. В общем, как я уже рассказывал, сам тестовый сервер изменился и получил приписку LAB, что по сути значит «тестовая лаборатория». В нее будут попадать различные механики задолго до релиза в игре, чтобы собрать фидбэк на ранних стадиях от игроков. Если игрокам что-то кардинально не понравится, можно отменить данное нововведение или отложить его на неопределенный срок. Живой пример – реворк способности Нёк, когда разработчики потратили время на его создание, а комьюнити полностью забраковало, получив доступ уже на поздних стадиях. Реворк Нёк отправился в дальний ящик, но время, которое было потрачено на него, уже не вернешь. Именно за счет лаборатории получится пощупать все на старте и сразу дать фидбэк, а стоит ли вообще игра свеч. Конкретно сейчас вы можете оставить следующие отзывы на специальном форуме. Помогает ли вам разминка готовиться к основным играм? Во время игр в режиме «Командное истребление» вы расслабляетесь или сильнее стремитесь к победе? Что вы думаете по поводу карт, изначально доступных в режиме? Достаточно ли легко различаются противники и товарищи по команде? Проходит ли повторный выбор оперативника без проблем? Ну и конечно их можно дополнять другими наблюдениями, сами тесты продлятся до 14 декабря, после чего уйдут на доработку. Что же мы имеем сейчас? Режим TDM это один раунд длиной в 5 минут в режиме 5 на 5. Победит та сторона, что быстрее наберет максимальное число очков. Вы можете выбирать любого оперативника, независимо за какую из сторон вы играете. Кроме счетовиков. Разработчики хотят, чтобы в этом режиме все же шел упор именно на стрельбу и механический скил. Более того, по той же причине у оперативников не будет их основных гаджетов, за исключение оперативника глаз с его зрачком. Но, чтобы играть было веселее, вы сможете использовать одно дополнительное устройство. Хаешку, светошумовую или импакт гранату. После смерти перед каждым новым респом у вас есть возможность сменить оружие на любое другое, включая обвесы. Для начала разработчики внедрили в данный режим 3 карты. Это Фавела, Вилла и Лунапарк. Вы спросите, почему именно они? Все очень просто. Это 3 карты, которые совершенно разных габаритов. Маленькая, средняя и большая. Так будет проще отследить, как игроки ведут бой и на каких размерах карт этот режим лучше всего существует. В дальнейшем этот пул карт будет изменяться. Плюс TDM рассматривается в первую очередь как разминка и для новичков. Чтобы они, носясь по картам еще до получения доступа к рейтинговому режиму, потихоньку начинали запоминать карты. Почему выбрали именно командный десматч, а не каждый сам за себя? Как утверждают разработчики, они рассматривали второй вариант, но поняли, что на его разработку понадобится значительно больше времени. Причина в том, что в основе осады лежит противостояние двух команд. Изменение этого принципа возможно, но оно заняло бы гораздо больше времени, поскольку это касалось бы не только одного режима. Также подмечается, что вполне вероятно в дальнейшем разработчики добавят и режим каждый сам за себя. Не в ближайшее время, конечно, но благодаря TDM фундамент для остальных режимов уже заложен. О более точных датах релиза данного режима разработчики обещают поведать нас с X-Invitation 2022. Лично по первым ощущениям, фавела из-за своих маленьких размеров внутри помещения получилась самой мясной картой. Я бы даже сказал, чересчур. Ты тупо не успеваешь перезарядиться. Лунопарк и Виллы играются медленнее, но все еще динамично. Что касаемо оружия, то я бы еще убрал дробовики, хотя бы такие как Сайга и дробовик Эллы. И вообще по первому в голове происходит жесткая путаница. За столько лет выработалось, что играя за какой-нибудь Эш, твич на твоей стороне. А тут ты вылетаешь из-за угла на кого-то и идет ступорная оценка в несколько секунд, свой или не свой. Но справедливости ради, к этому быстро привыкаешь и благо Friendly Fire отключен. В целом же я думал, что это будет играться гораздо медленнее. Но получилось очень динамично, но ты от этого режима так же быстро и устаешь. Насчет репика оперативников атаки. Как вы знаете, к этому режиму очень долго все подводилось. И параллельно вводились различные изменения. Например, тот же твич-дрон был убран со стадии подготовки и заменен на обычный. Чтобы избежать ситуации, когда игрок покатался на нем, поломал гаджеты и в последний момент сменил оперативника. Сейчас же, благодаря этой функции, атакующим больше не нужно будет гадать, какую точку возьмут защитники и какой набор оперативников понадобится. Сначала разведка, а потом уже подбор снаряжения и подготовка к штурму. Все как в жизни. Реалистичный шутер получается. Более того, на время подготовки верхний бар атакующих будет расширен и дополнен гаджетами и оружием, которые выбрали остальные игроки. Так вы сможете лучше ориентироваться и понимать, чего не хватает вашей команде для удачного штурма. К примеру, вы видите с дрона, что у защитников кассел, но никто из ваших тиммейтов не берет гонус икс или другие бричи. Складывая 1 плюс 1, вы можете репикнуть себя и снаряжение, либо же попросить об этом тиммейта. Как второй пример, вы видите, что защитники забили на ток и джаммера мюта, соответственно какая-нибудь кали уже не особо-то и нужна, и ее можно репикнуть на другого, более подходящего оперативника. Либо же защитники выбрали не ту точку, которую вы ожидали, и условный термит там ни к селу, ни к городу, и все в таком духе. Функционал атаки расширяется и появляется некий менеджмент. Самое главное, за счет более полной подготовки продвижение атакующих по зданию будет более быстрым, что гораздо положительней скажется на 20-секундной мете, которая все еще, на мой взгляд, актуальна, особенно с добавлением всего большего и большего количества различных трапперов со стороны защиты. И, кстати, данная функция будет добавлена во все режимы. Не знаю, как вы, но я лично вполне доволен данными нововведениями, и в целом, кроме каких-то мелких придирок, у меня к ним претензий нет. Наверное, главное из них, что все очень долго выходит и подготавливается к релизу. Тем более странно, что, как говорят разработчики, они впервые заговорили о TDM еще в 2018 году. Ну так, между собойчик. Позже у нас уже был, считай, тот же самый TDM в ивенте SugarFried. По факту, к нему прикрутили только пару фишек с выбором оперов и гаджетов, да проломленное ограничение между стороной защиты и атаки. Но на это ушло столько времени. Вообще, в Твиттере я читал один комментарий. Парень писал, что типа, если вы три года решались на TDM, то боюсь спрашивать, как вы приходите к остальным решениям. В ответ ему геймдиректор Асады Атанасов захуярил такую ветку сообщений с подробным описанием. Почему это все так долго? Ну, сука, на французском. Так что я ни хера не понял, кроме бла-бла-бла сложно, бла-бла-бла переделывали, ква-ква-ква, нужно учитывать все будущие поправки баланса и новых оперов, бла-бла-бла, как-то так. В общем, спасибо за просмотр и поддержку. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok